а вот теперь слышу добрый вечер надея не преувеличил только не зазнавайтесь я вас сейчас только назвал одним из лидеров российского садоводства это не шутки вот потому что вот сейчас первая же фотография это дичайший шок для тех которые называются традионалисты то есть застряли в девятнадцатом веке так что не зазнавайтесь но это факт что жду добро от лидера хорошо все начинает так друзья вебинар мог бы быть показаться кому-то нудным он основан на комментариях и на ваших письмах вопросах вот это прилетело последний день несколько часов назад я рад неимоверно вот потому что мое противостояние с выпускницами темирянский не закончена но это как тайм аут и так с одной это кстати это из косточки выращены из моей вот так и написано вот понимаете чем речь идет они не понимают обозвав меня начав с моего брата в опускнице выпускника сельхоз института вот а потом добрались до меня ваши косточки валерий константинович вспоминайте это старая история она не закончилась поэтому извините кому надоело вот это продолжение а дело в том что ли константинович а ваш брат это я значит выращиваю продает косточки из них они растут в смешанном саду но смешанные от градики культурные рядом поняли да это ж учеба и у него по получатся жердели и дички а это это сама обман и мошенничество то есть я приговорят потом было много доказательств все они до единого это с несколько сотен но это как это 201 320 уже все со счет уже и опять в пользу культурных вот и оказывается я не мошенник и не обманщик вот потом они запроси 1 это даму фамилию же называют вы живет запросила пощады прекратите нет и пощады жестко прекратите трепать меня в это интернете а извиняться за ваш мошенничество она не хочет до сих пор я подумал вначале что она взяла косточки неважно где вырастила дико дикие абрикосы культурная в одном саду значит оказалось что из культурных врачи дикари а потом оказалось что я там еще не приходил она просто процитировал 90-летней давности жила цитату из какого-то труда за 90 лет академия темеевская не продвинулась ни на шаг выпускница распространяет заведомую ложь директор мятского института вольно-невольно какой бы он ни был крутой мужик вот значит а это все-таки челябинский госуниверситет ваулин он даже не это сама не мне не это он сделал сенсацию из этого поняли я все жду а когда же она изменится ну просто скажет ну погорячилась ну это вот вот теперь я продолжаю высказался посмотрели вот это милый парень держит плод настоящий за его спиной смотрите внимательно обведено хозяин вот этой фотографии обвел кружечком абрикос достаточно взрослый вот а для меня это бальзам на мою израненную душу узнаете сколько оскорблений за листа перенес я не заслужил ни одного из них я не обманул ни разу не обманул никого вот ваулин мне поверил когда выписывал у меня сеансы ваулин мне поверил директор института вот а как тебе летская академия должна быть лидером оказалась сама хвосте посмотрите задернено по железу так значит где вы видите вот справа посмотрите насажение с абрикоса слева где вы видите хоть одну отрезанную ветку где увидите искусственный штамп вы еще к ним вернемся ребята вот так просто вырастет а сейчас внимание то что я дальше скажу фактически это сенсация и видите как вовремя пришло сегодня это сенсация поехали сорта королевский академик военные т.д. а почему это говорю я потом сделал большую скидку и хочу чтобы у вас такое же было год посадки 2019 собрал все косточки крупноплодных и средних абрикосов заметьте он не стал этих у меня даже в маньчжур в сети оказались культурными а тут еще крупнее преимущественно ваших немного отброска перемешку вот крупные косточки с крупными среднесу средними высадил 2012 году съели первые плоды двадцать этим выражая не было свет выше было морозом сейчас стоят уже приличные деревья ждут весну внимание все посады на холмы 60 штук это что получается получается что в ульяновске ну-ка еще раз где это было дело где вы где вы где вы орловская область а почему и проблем что-то подумала русская область так вот 60 абрикосов выросли на постоянном месте на холмах вот живы-здоровы что им теперь сделаются как их уничтожить невозможно открывающий секрет недоступные пониманию тем самым выпускница я же в мошеннике с 3 обмычек так вот этот обмычек сейчас вам скажет следующее косточках вот перед вами же плод а внутри косточка так вот друзья мои там внутри морозостойкость маньчжурцев поняли с чего им должно что-то случиться все что боятся до сих пор абрикосы мои любые на планете выплевание но в данном случае чтобы мы имеем посадку на холмы это раз и второе мы имеем возвратные заброски но вспоминаем тут выше блока морозом как он написал как написал маулин выдержали возвратные заморозки маньчжурцы минус 8 культурных такого еще дождаться нельзя но все-таки орловской области сад состоялся убедились вот сели первые плоды вот теперь что было дальше или все не догадайтесь привет конечно можно заказать ради бога что интересно то что у вас получилось все сюда непривитая культурный абрикос то это кстати он гибридный это гибридный смешанный сад извините девочки с тебя же извините саду смешаны перед вами гибридный абрикос а вы знаете кто у нас кто у нас ё-моё а там чего не было там был только телефоны не было фамилии так вот гражданин россии уважаемый садовод во-первых поздравляю вас оси души во-вторых вы обладатель уникальная вы дали выбрали конечно не хочешь для того чтобы сфотографировать плод нового перед вами сорта образец будущего поняли вы если возьмете осталось ерунда вы выкроить косточку вырастет плоды запомнить какой это они опять разброси разбегутся разведутся если в орловской станции вам поклонится вы написали что в орловске орловской станции вам поклонится у них этого наверняка нет вот а вот почему нет а ты экземпляр одиниться в руках у мальчика единичный экземпляр это гибрид это также как мы закажите-ка пожалуйста блондина а замучаетесь даже если мама блондин папа блондин все равно можете скорее всего блондина не получите так и тут или связывайтесь с орловской станции о том что спасу есть возможность нашего сотрудница с наукой мы с вами поговорим ниже это очень серьезный разговор если дать дойдем до того до той темы а пока тогда еще хотел сказать как зеницу ока вот считайте что у вас примерно сейчас в руках ну мягко скажу 100 тысяч рублей это мало на самом деле больше просто ну уже 100 тысяч рублей вот этой косточки в одной если вы захотите для орловский сорт иметь новый который будет лучше орловской станции я знаю их сорта 8 сортов орловской станции в свое время выписал мой друг адольф 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 александрович бельтяевский все 8 сортов довел до плодоношения это лучше так идем дальше с праздником вас очереди абрикосов пожалуйста так посреди на моих девчонок почему потому что многое будет зависеть теперь от вас что вы выпишете ведь пусть я говорил перед этим 10 минут да посмотрите сколько вы узнали вы узнали что а железов не мошенник и не обманщик вот что те дамы погорячились вот потому что их это самое их цитате 90 лет вот раз вы узнали что из этих же косточек вот его под рукой кости видите родятся чудеса так вот вторая дама и теперь надо на моих девушек не смотрите а смотрите вот эти банки вот они те самые которые получились вот это вот но как я не убеждаю хотите правду правда нехорошая жесткая после каждого бинара я жду ну хотя бы 5-10 заказов с этими кошки получаю 12 ну потом до конца недели еще три-четыре вот короче с голоду не умираем вот но таких вещей как там купить новый автомобиль и там квартиру это не случится никогда это исключено хотя я сказал что тот плод стоит 100 тысяч и эти банках тоже стоит по 100 тысяч пока продать их не удается за 20-25 рублей вот это жесткая правда но вы же убедились что этот не не мошенник не обманщик теперь еще скажу эти это было больше эмоции чем слов а с чем чем фактор теперь такой факт наступила сегодня 12 февраля смотрите что это моя головная боль вы допустим заказали ну минимально все знают 40 стук это 1000 рублей пересылка рублей 300 400 смотря где вы живете вот или 500 да это если подальше живете и тогда эти 40 косточек вы собираетесь вырастить сад что мне делать высадь вам сухие а вы уже прикинули 40 штук 50 процентов пусть выпад а вот а вот того человека 60 получилось значит есть шансы хорошие что у вас получится сад с первой попытки но дело в том что наступает момент когда высылать из косточек чуть-чуть поздно пусть они уже надо бы выслать стрифицированы а вы со стрифицированы вот сейчас эти девочки эти три дня занимаются тем что их пакует уже песок и в эти мешочки они могут зайти допустим марте и начинается головная боль ой срочно высаживаю горшочки горшочки на подоконник они уже успевают до полуметра вырасти к моменту высадки высаживаешь а они плохо приживаются когда перерастает что делать сухие или мокрые сухие или влажные так вот я говорю ребята тут захотел заказать 40 сейчас в обеде там не хватит у меня было два случая один в случае выпишите одну кошку мне хватит а второй случай так вы решите чем не навязывайте 40 костик пришедем я три косточки возьмите как за и вот все самое интересное люди на все такие интересы возьмите как за 40 косточек но пришлите 3 мне больше трех деревне надо а переписка была еще бумажная списывая представляете какого этот чеку пока туда письмо пока сюда письмо вот ждет не надо ему все 40 штук поэтому вы поняли две корзины с яйцами это не значит не 20 плюс 20 а просто возьмите разоритесь на лишнюю тысячу кто знает сколько праздников сколько на это уходит этих самых напитков тоже знаете так лучше эту тысячу не ущерб праздников потратить здесь то есть не 40 сухих или 40 влажных а 40 плюс 40 вот тогда успех гарантирован и даже если конечно в счете у вас где-то пролетите переросли посадили а уже поздно и такое низкую я честно я всегда говорю как есть я не говорю что у вас обязательно будет 40 абрикосов в саду я не говорю 20 я говорю сколько получится но умножьте на 2 умножьте на 2 пожалуйста вот потом не придется жалеть и снова заказывать ладно идем дальше благодарю за этот гениальный фильм отогрели душу а фильм крестовская телевидение снимала несколько лет назад уважаю этих садоводов экстремалов это нас меня так меня там было четыре героя жестовская таня чернобаев лёня и уважаемый всеми нами байкалов иван леонтьевич вот эти и садовод экстремалы сибири сама выращиваю абрикосы и семян этих легендарных людей она не пишет что погибла поклон до земли и благодарность на всю жизнь снимаете больше фильмов про таких людей а не легенда вот это герасимов центре это как бы главный режиссер он создал два уникальных фильма многие из вас их видели конечно не все сильно много фильмов но они снимают фильм рядом саду посреди на дальний план вы видели что там плохо видно но увидите то все в абрикосах все вот и поэтому им легко было создавать гениальный фильм да действительно это гениальный фильм вот и жаль что он не попал ни на какие фестивали жаль что не видела ни россия вот сибирь это пару областных городов и все вот не увидела международная и мастера да если бы в москве только бы увидели тех кому обязан это видеть кто должен сказать да у нас уникальные люди это самородки давай сейчас на все общее обозрение это наша гордость это наша страна это никому не надо но все равно благодарен этим людям они такую огромную роль сыграли вот второй пример местное телевидение я почему говорю потому что как-то было написано снимайте больше нету больше все вот это сеногорское телевидение так вот но были еще как еще канал красноярский был еще пару абаканских каналов был еще шушенский канал и темирожки все дальше не пошло обратите внимание самое главное видите на парах видите что опять все в абрикос а почему сейчас прекратилось все сейчас полностью когда я позвонил вот эти ребята их начальница она сказала следующее значит все нам за рекламу никто платить это не реклама в смысле не так когда-то в мои фильмы снимали резали кусками сотни кусков по пять минут то есть много часовой съемки сотни кусков по пять минут вот и каждый день с повторами каждый день четыре-пять раз включая выходные показывали кусочек меня то есть я пять минут даю совет огромное богатство были те советы тогда вот потому что тогда началось массовое уничтожение садов своими руками а я этому противостоял а тогда не было то что сейчас называется купи 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 не было и сейчас мне сказали мы снимать фильмы не можем ма 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 все понятно итак я готов был еще с таких фильмов снять сотни и сейчас и даже зимой ну а дальше я получаю доброе письмо от алексея юрьевича немытого очень доброе письмо вот он смотрит тоже смотрите вы время константинович не рвите свое сердце вот ценное письмо дело еще и в том что чиновники плохо изучать миссию сейчас сейчас побежали вы знаете пока я не даст команду президента страны они ничего изучать не будут пока не получат команду а как только начнут мичурина считать тогда все окажется вот так мичурин писал так директорами опытных станций надо ставить людей влюбленных садоводство наличие диплома не обязательно в то время мичурин был не просто мичурин вот он мог много себе позволить я когда читал мичурина там была целая тома просто знаете как телеграммы печатали его переписка кого-то отругал кого-то похвалил вот большое значение передавал сибирскому садоводство да вот и вдруг он пишет я читал эту фразу только я уже успел проще забыть наличие диплома не обязательно так вот и все юрьевич если бы это мне даже такой вас как у мичурина он садовод любитель он имел ввиду что своих людей садоводов любителей надо ставить директорами вот а то что получается у нас есть такие вещи которые немыслимо тут заряда в этих институтах но кто же уступит тут нужна революция идем дальше так вот товарищем это гражданин и в итоге пораньше язык товарищем это настоящий мужик спецназовец близких церкви те которые имеют абрикосовый сад да я бы тебя первую бы это назначил бы вот далеко ли от тебя ты же его в этот сам варис далеко ли от тебя оближаешь уже эту институт или опытную станцию если ты получил как надо а или на опытную станцию ты бы вот это взял туда один к одному перенес умножил на сто на тысячу и весь край бы покрылся этими насадами абрикосов вот твоя работа ну и уже знаете я вот понять не могу столько вещь особенно и у раньше торси ну нет у нас обрикосов но нет вот последнее было как она называлась это комментарии я обыскал весь район я нашел только один абрикос и тот дикий это что такое кто-то должен за это ответить а ну почему так станция есть в гсу есть это самое учатся студентам полной пропускать тысячами и вот полно тысячами сельхоз вузы научные советские институты должны выдавать эти абрикосовые сорта вот-вот но это невероятно где абрикосовые сады спасибо александр юрьевич вот за эту саду вот за это директорами надо ставить людей так одного директора уже поставил на 3 наши придут второй директор а их жалко знаете кто перед вами но это мой внук это будущее он тимоша уже знаете как он более опытный но он уже побывал и военным и пожарным и это самое сейчас он айтишник а это уже твердит он только появился на свете это самый только встал на две ноги уже все буду садоводом он вырос моем саду а вот это чем на баю но мой ровесник поздновато вот а 20 лет назад когда у него уже потом его прибавились мысор то нужно тогда его можно было ставить этим самым директор института или хотя бы гсу ну тут сомнений нет это елена саду савинич она аспирантка осенью кандидат ну но почему кандидата наук прошедшего школу железово вот шестилетнюю школу железов выросшая уже с это самое на пару со мной уникальные сорта и это кто мешает стать директором сразу директором не этим научным сотрудником как когда абаканский институт там где это как рассказывал неду скобила зарплата была 15 тысяч пришел новый директор и поднял зарплату взяли за стулья поднял зарплату с 15 тысяч до 10 и укорять его бесполезно откуда у нее деньги чтобы зарплату поднять это хотя бы немного они 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 поселить их людей выживать известно то вот представляете какой директор нужен ну это уже король вот макару легче иванович это король и самое главное что у него никогда не увидите ни одно искалеченного дерева ни одно отрезанной ветки никогда вот еще я хочу когда я посмотрел на него до его саду у меня есть добрая сотня его фотографий вот я пишу сад не калечит плоды и лечебные я с некоторых пор задумался вот о чем ты меня поддержал свое время когда первое только открыл рот вот знаете такой сергея весь николай георгиевич волшебники с тоже в райске вот ну серверу кто не знает а кстати это уникальный человек это же организатор всероссийских и даже международных со съездом садоводом россии а он еще мало того чтобы грамотнейший мужик и садовод из первых его кто мешал поставить на этом рядом же где когда ваулин у не мне лично а в его реферате написано что у меня 20 это из моих железовских этих чельцев 28 42 килограмма с деревом молодые деревья совсем молоденькие 42 килограмма а в соси а другое научился людей он успел их это рассказать но с учетами рядом научу у них 500 грамм не 500 килограмм а 500 грамм вот так я чему говорю я почему вспомнил это очень важные дела все что я говорю вот так вот сергея я говорю ну-ка георгиевич ответ мне пожалуйста вот ты у нас это самое совмещаю себе качество экстрасенс и этого самая эзотерика скажи пожалуйста если плод из искалеченного дерева и плод из не искалеченного дерева они одинаково полезны человеку специально задал вопрос догадайтесь ответ сергеев вот так вот слушайте дальше когда я вижу что плоду поселилась какая-то гадость и когда я вижу что она покрыта паршой так плод она полезна или нет ну конечно мы такими брезгуем они попадают там остаются перезревшие остаются это понятно ну тогда зачем сад то калечить вот это я все давно ведь искалеченный саду потом будет написано такое вот что давайте только досмотрим этот вопрос мировоззреческий и тут меня железо высекли высекли по ошибке считали что я как раз за эти преподаватели которые это самое доживем до этого письма это очень важно нам нужно чтобы плоды были лечебные у них сколько свойств как начинают слива то оказывается всего несколько лет как признали заслевать такие достоинства вот а вишня а зачем уничтожили миллионы вишневых садов специально уничтожили уничтожали специально но не знали что творят вы поняли что такое плоды лечебные и плоды с больных деревьев а лишь плоды когда начинает болеть что мы делаем вот как в этой самой начинаем с февраля опрыскивать опять шашка размахался ну попробуйте удержаться попробуйте сохранить тут спокойствие когда видишь такие дела мало того что дерево за изувесили так теперь давай его поливать поливать ядами а ну что от этого плоды даже хорошие ни одного дерева на планете таким способом не вылечили не вылечили идем дальше давайте хорошим валерий константинович добрый день сейчас вебинаре от 5 февраля вы спрашивали как дела в андрея вот ну и сказали что надеются что у него все хорошо да он идет на поправку недавно прошел обследование сделал контрастную мрт никаких метастаз и прочих нехороших образований не обнаружили в общем он готовится к сезону щелкает косточки маньчжурского абрикоса уже догадываетесь о чем речь и говорит вам за них большое спасибо речь идет о кем колесников антон виславович один из моих друзей это тот который не оставил в беде друга который лежал это самое лечил онкологию так и что-то близко к вылеченым я таких людей много но это иначе что вот вы знаете я вот и доказать хочет колесников не хочет конечно я адрес его это стер но телефон оставил знаете почему я говорю такие люди это для них придумал цитату исчезающее племя исчезающие подвид подвид хомо сапиенса благородный подвид хомо сапиенса благородный вот таких людей так хочется поддержать но вы догадайтесь я не говорю что его вылечили косточки человека у которого нет метастаз но у меня случилось следующее пока и всего 5-6 человек которым я высылал косточки всем стало лучше у кого-то боль прошла у кого-то это моего друга тоже спецназа из этого самого с подмосковья вот я вам рассказывал эту историю он сам не скрывает эту историю фамилия у него агафонов вот он с кровати поднялся только я не понял от чего от маякосик мазюрского абрикоса и второе что его высылал это это самое китайский лимоний большой такой большой такой веник нарезал так вот что-то из них но его подняла его лежачего вот и я к чему говорю однажды случилось следующее когда набрались такие факты вот еще один это для меня свежий это мне подарок мне я живу не зря вот про метастазы так вот я написал мы с братом приготовили фильм который назвал я я за это названием нас на неделю отлучили от этого от 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 ютуба и сказали еще один случай и навсегда мы расстанемся что теперь делать тихошечку говорю всем им помогли косточки мазюрского абрикоса вот и выдавайте уже чуть-чуть не так и все вот спасибо антон вячеславович вот это настоящие друзья а почему еще знаете почему я про вашего андрея запомнил он умудрился взять несколько гектар у человека онкология он это садит деревья вот почему я запомнил как же как помочь потом давай разбираться что-то он не то купила купила тысячи а у него все лишние деньги вот тогда мы взяли с это самый с антоном и продолжаем с это андрею помогать 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 каждый как может вот это я вам показывал еще раз покажу почему только для того чтобы предупредить вас когда десятки 159 тысяч подписчиков вы понимаете как она их заработала у меня 14000 а у него в 10 раз больше как это могу случиться вот апрель месяц сейчас ее кочунство заключается в том я забыл сказать прошу раз поэтому повторяюсь нельзя топтать в этот снег нельзя вот нельзя еще я может заметить не заметят все таки это что там рядом нарушен снеговый покров но это дело принципа то же самое как я говорю сюда вот одинаково если ты украл 5 копеек ты никого никто с голоду не умрет а если ты украл 5 миллионов для меня это одинаково вор и мошенник вот это я принцип и всегда придерживаться к принципу если нельзя сорвать листья с дерева и то что ветки отрезать ах на них листьев нет можно резать никуда никогда не будет листьев раз ты ответил то же самое касается всего вопрос принципа нельзя топтать только крайнюю необходимостью переходе сад всем главных дел в саду феврале а дальше на рассказывать сколько на их придумала вот для начала она искалечила дерево битя на переднем плане она не понимает что теперь на морозе а морозы то вернулись а вы знаете морозы вернулись чтобы помощь по половине россии дожди шли есть немыслимые вот так в сибири у меня правда обошлось там не стала это сам дождя на мой район не хватило но нескольких регионов россии шли этих сибири шли проливные дожди вот что творилось и тогда когда она для чего и надо было вот сейчас она обрезала ветки феврале да теперь они вернутся и возвращаются 20-30 градусов в любой регион россии возвращается москве уже за 20 я ничего не выдумываю но я привлечу теперь эти кончики обмерзают как от мерзнет на разную глубину на пол сантиметра даже на миллиметр на 5 сантиметров обмерзнет камбе и обмерзнет кора и больше они никогда эти кончики не не дождавшись весны вот весной бы она обрезала бы ну например в апреле так есть я беру среднюю россию и в апреле месяц в середине россии обычно в это время самом разгаре сокодвижение сокодвижение предназначение не читал я себе верю сокодвижение предназначено для ремонта дерева самого себя обломала ветку ремонт вот морзобойный ремонте не нужна ваша помощь при морзобойных только вредите ножом стамеска и лечить дерево и вот тогда получается что она придумала для чего я вот увидела что подумала это дома как эта страна может в апреле отдыхать как это может психи в феврале не придумать работу для этих бедных пенсионеров для нас у как это феврале не заходить как это можно если заработать надо а дальше посмотрите на ее руки посмотрите на ее манеру ближе 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 купите и дальше про каждый рассказывать только чтобы заработать эти на этих самых бедных гумуса и прочее прочее в феврале она это и придумала представляете а так то зачем он чуть не матерился вот почему я повторяюсь еще раз да потому что я первый раз забыл сказать и и и снег топтать нельзя и где посадить нельзя нельзя в это время резать до сокодвижения нельзя и после окончания сокодвижения заканчивая допустим апрель ну каждом районе где-то раньше это позже заканчивая все к дереву не подходи до следующего до следующего сокодвижения а это то можно было в институтах то я что нибудь лично сказал вот мне сейчас слушает там 20 50 всех сейчас вот а через месяц будет 500 кто-нибудь у нас скажет что я сейчас сказал глупость а а как это распространить нашу страну я только сейчас показывал вот это вот я не буду возвращаться показывал те люди которые сказал больше мы к вам не приедем вот ближе 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 вам нужны наши деньги так следующее значит я предлагаю ввести закон он не может быть уголовный какой-то вот но существуют за госты какие-то когда-то госты действовали я не знаю если там нет нельзя продавать с листьями приживаемость настолько плоха что потери огромные почему нельзя продавать саженцы только а я скажу почему они успевают а потом листья появляется а продавать надо а кушать хочется но те кто покупает должны знать что это выброшенные деньги понимаете выброшенные а вот это тоже из этих же сюда питомник плода питомника вот вторая фотография с экрана делал с экрана вот это мне понравилось до поздно посадил ну зима впереди давай укутывать вот это мне понравилось вот эти вот коля как ребра жесткости вот конечно от страшных морозов не спасет почему посадили его это не услышим садить надо спящие то есть первый закон нельзя пересаживать с листьями второй закон нужно и можно только с спящими идем дальше хоть кто-то меня услышит это одобряю а дальше еще хуже чем первый человек собрался садить второй саженец вот знаете как я заглавил вот эту фотографию он бы не садил на смерть да кто его научит вот если бы его научили чтобы он сказал вы знаете ребята ко мне попал уродливый саженец какой-то предыдущий хозяин вот мы не знаю кто хозяин тут написал плодопитомник может этот мужик и есть хозяин вот какой-то человек нехороший взял и обкарнал ну видно же и обкарнал до метра до метра штамп изувечил его даже здесь видно 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 рано-рано-рано это едва вот этих самых огрызка вот а дальше выше вот тут спрашивает стоит ли купить этот нож а она это уже кто-то видимо видел все-все не по теме если чё про ножи вот и вот видите в углу там это переписка на следующем вебинаре я ему отвечу и вам заодно весна люди начали спрашивать где взять нож а когда начинаю рассказывать правду у людей руки опускаются помните я рассказывал 20 я купили ножи в москве когда я на вебинаре на семинаре потребовал при купить привезти 19 из них оказалось обыкновенными перочинами только назывались они этим самым ну то есть двусторонним заточкой так вот отплёкся извините и так значит у него было два варианта не отрезать нижней скелетной ветки учитывая размер корней в середине понятно корни нарушены мы еще вернемся к этой теме и там где рука вот это все в чертовой матери вверх отрезать был шанс что эти питательные вещества хватит хотя бы нижней сейчас выкормить вместо этого впереди зима этот он укутал и этот укутает вот ну все-таки сюда полезет раствор с огромным огромным трудом все это ранки превратятся морозобои вот эти все где 10-20 вот я считаю что он не прав что он не знает что такое посадка на холл стать и не знает вы видите вот он не знает что надо отрезать верхнюю половину но самое страшное что учит учит вот что вот и тогда я значит сказал себе давайте мы еще поговорим про эти штабы и еще кое-что и тут приходит письмо из крыма у нас в крыму засушливый район по полгода дождей нет и который год доходит до 48 50 стоит ли сажать на холмик вот действительно же интересно вопрос то но смотрите дождей нет значит на холм мы садим для того чтобы спастись от прежде всего от от снега от глубокого снега сейчас мы будем это поглубже капли в эту тему а здесь ничего нет а зачем тогда садить на холм ну попытаюсь ответить я скажу так если я противостою стандартной технологии когда мы садим на холмик мы упреждаем саму судьбу когда дерево которое выжили они не все выживают природе на 1000 семян один нам зашло каждое из тысячи каждый десятитысячная дохла до взрослого состояния почему я вам показывал видели все деревья все в грибах и там посадили вот это самое не соответствует климат а здесь вроде все правильно но к чему я противостою я противостою того что сейчас вы увидите ниже ладно то есть пока я ответа не дал нет все равно там засуха дихая да хоть черт садить на холмик и которая и все равно пересохнут еще быстрее пересохнут я так рад это для меня не вопрос это для меня подарок дайте поговорим давайте серьезно потому что да нет тут не подходит в одном в одном анекдоте было три варианта ответа 1 до 2 нет ответе пошел нафиг три варианта ответа что будем отвечать да нельзя нет нельзя пошел нафиг значит и сам дурак если ты не можешь ответить попробуем для начала я беру золотую серединку и так весне начинается таяние снега и на наших холмах достаточно пологих как видите на таких холмах вымерзания корней не происходит согласны назовем это и дел которого надо стремится наверное даже в крыму даже в засуху сильно бы корни не страдали бы согласны но тем не менее может быть вообще не надо холм делать тогда я пока пока пишу я очень нудный вредный холм и как страховка ровно посадишь под получит дырящую ям смотрите а это один из моих учеников он посадил мои сеянцы вот они мы и сеянцы видите это мои абрикосики вот на очень крутые холмы не сомневайся через год-два холм будет два раза ниже это точно говорю на себе проверял бывало сделаешь небольшой холм через два года вообще не видно что это холм ладно крутовато крутовато на юге ни черта ему не будет если дождей достаточно почему начинаем разбираться и так через два-три года когда я показывал фотографию я вам показывал как это крона образуется с листика на листик с листика на листик и чем дальше чем ниже тем дальше от основания штамма и наконец где кончики корней окажутся и туда будет капать вода теперь вспоминаем крым а пригодится ли крымчанам когда даун по полгода засуха но если дождь бывает куда попадет дождь надо чтобы каждая капля попала туда куда надо холм поможет или нет посмотрите первый год вы крымчане вы сделали холм не такой крутой а в два раза пониже более размазанный так вот теперь нам надо когда если мы еще избавим мир от этой я уже называю другое слово от настолько ой нет опять будет цепляться к словам настолько неправильно настолько вредная ненужная обрезка осветление кроны когда дождь идет уже насквозь так и капли попадает туда где мне чё делать а надо на кончике корней они вот тут по периметру и уже из-за этого нельзя делать осветление кроны как бы не ссылались на этих на классиках нельзя и теперь возьмем крымчан допустим через первый год побегали за крым воды мало согласен но сады мид надо побегали и вы взяли вы вашим крыму которого в это курортном месте мы вам завидуем вы взяли и первый год поливали и даже матерились как часто как быстро высыхает холм проходит время и все редкие дожди это примерно со второго третьего года начнут капать на кончики корней растет крона растут корни в крона вверх и вширь корни тоже и я заранее посоветовал и чек уже сделал эти чертовы холмы так что теперь вся вода ваша ну смог я как-то объяснить но еще раз говорю не такой крутой это вот где вот здесь получается так что ну может быть чек даже немножко переборщил но другой стороны а если у него каждый год метр снега а если у него сопреет раньше чем вот так вот а если у него раньше сопреет пока снег метр будет садиться будет лужа здесь тоже полметра заначка есть а пока я надеюсь логично рассуждаю полюбовались вот здесь шансов соприть абрикосу меньше чем ведь при метровом снеге это для них уже для крыма можно поположе ну скажем два раза даже в три но меньше будет сохнуть но 102 3 4 года будет крона просим вот так вот и корни будут уходить вширь всегда это соответствует одному другому это закон природы еще раз я вам показывал давай давайте потом еще раз корни покажу я уж не удержусь но уже расшифрую с другой стороны то я про эту самую про то что корни антифриж добывает а про это мы поговорили а про строение корней она же она настолько логично но для этого нужно выкопать десяток деревьев и сейчас сразу становится видно все и откуда она произошла груша и яблони почему они разные и почему корни разные их под одну гребенку поняли вот это я опять не могу без этих без простите меня за так я стараюсь по-своему это без фотография это моя своего сада домой и делали 20 лет она уже него в десятки газет было это я учу спасать от выплевания ну принцип тот же чем пашнее крона оптимально если не резать так и еще раз здесь получается так что осветляя загущаешь об этом ну не знают эти специалисты их сотни тысячи весь интернет забитыми не они осветляют они даже знать что они учат людей загущать они хотя бы это бы знали чтобы а то так по дополу над реже загуститься а вы целиком отрежьте да это самое то чтобы получилось рано полностью заподлицо то есть как называется обрезка на концу и тогда нету вот тогда светло будет черта с два когда рядом ниже сбоку появляется на место этой раны десяток и двадцать этих в этих а потом начинается борьба уже с посредствами вот это страшно поэтому крона предназначенная природой она оптимальна для той местности где дерево как груши мало было дождей вот крона много было дождей вот крона в яблони это надо понимать и также и корни год корни и вот корни ну что тут непонятного то а я их прощаю они это просто знаете но и бежут учителя вот это вот меня добила вот это так называемая письмо ой я уже заговорил старее это значит обыкновенный ролик учебный что здесь написано посадка персика в сибири мне это убило как правильно высадить и формировать для начала человек отрезал ветки раз два три четыре пять шесть в общем десяток веток отрезал персик потерял морозостойкость сто процентов где-то основание штамба согласны вот он потерял короче уже искалечили посадили куда я назову за гныни вот сейчас посадимыми глазами это похоже на то что в природе природе понятно сразу покрывается грибами дерево ты за несколько лет не повезло упала зерно неважно клена тополя дома этот самый желудь упал вот по не повезло ему раз там где-то из копытили 9 самое называют эти пар на копытные копытили получилась к это углубление вот а мне почему углубление водичка застаивается раз туда упала ура все нормально уютно сыра и пошло расти через колято нас гнивает а почему не спросить у этого автора а почему на болоте почему болото почему-то мне растут деревья и вот он берет и учит всю страну и опять сотни тысяч просмотров посадка персика в сибири я пытаюсь понять где у вас сады в этих кто учат персики садить покажите же сад с персиком вот он в этой яме прошло несколько лет я могу еще она еще глубже будет ведь все перед этим умудрился то самое рыхлым землю засыпать яму то есть она дальше провалится а теперь смотрите что дальше будет в эту яму будет поступать некоторое время допустим проживет и в эту я могу поливать и будет поливать дожди куда пойдут когда дожди проливные куда пойдет вода там холм пойдет в разные стороны где кончики корней ну представим себе персик достаточно терпелив к влаги допустим прожил пять лет допустим он потом все равно умрет ну допустим прожил вот и вот поливает сюда вода с неба стекает сюда а кончики корней тут нету чем смысл вот этого гадюшника издеваться над людьми пусть гробят эти а потом купят у нас саженцы посадил угробил опять к нам посадил угробил а помните эти уже дошли 42 это было значит якобы на урале как он назвали этот персик то сейчас не сибиряк сибиряк это украли мою фотографию вот так там было до 40 потом 42 на урале персик якобы выдерживались каждого взрослого ура варис варис персик уралец минус 42 да и фамилии были якобы этих ученых ученых которого создали ягод на всей планете нет ни но персик который выдержит 42 а не холодно не жарко торгуют и наконец появился персик морозной крестью рубину 45 вот так вот теперь возьмем хотя бы пусть бы 30 выдержал можно укрыть и мы учили как надо укрывать но для этого нужно чтобы он не сгнил заранее то что же вы творите так как же вы можете вот этих вот в этих гадюшниках учить людей выращивать я не понимаю вот это же это даже и поддается никакому объяснению потому что есть уже палата номер шесть ну там нормально люди там наполевод сидит рядом как этот говорил прокурор у меня так мне надо и нужен прокурор шестой палате понятно а эти то какую палату они же никто же не это к ним не приезжают эти санитары они люди учатся убивать деревья выигрывался так очень грустное письмо здравствуйте еврей константинович два раза заказывал у вас косточки и семена в украину правильно граждане на украину в украину молодец житомирской области первая неудача связана с прорастанием кости к дороге ну почему он у меня заказывал а у вас вода пространство ну вы знаете до украины сколько шли они наверняка месяц вторая с пожаром в деревне 2020 года произошел пожар сгорело 17 дворов с домами я оделся только заложенным садом это называется повезло сад сгорел а дом нет вот на некоторое время опустились руки потом стройка сейчас опять горю желанием заняться любимым делом вот только пересылка материала дальше ну вы сами понимаете почему я вот это вот все вчера наткнулся на запись вебинара где вы разбираете стадию молодого садовода о ваших достижениях кстати молодого садовода фамилия семенченко вот он у нас один такой будущий этот самый не будущее знаменитость украинская российская белорусская казахстанская масштаба пока знает только узкий круг сожалению и так молодого садовода добавляю семенченко о ваших достижениях в частности а персика которая благополучно растут и дают хорошую жару украинских областях вот я и понял что есть все таки возможность реализовать идею здорового сибирского сада представляете не украсть на сибирского сада на украине прошу вас помочь с этим вопросом может у вас сохранились контакты некоторых украинских садоводов у которых можно приобрести потомство ваше детище с уважением андрей к я фамилию брал на всякий случай значит я ответил вот так смотрите не скрываю лучшая питом и персиководы русинка соли вот еще несколько те у кого мои персики есть пожалуйста я не мог взять или просто дать их контакт хоть он украины на украине живет я не на украине живут я просто правил дети это самую такую чепетильность деликатность вот отзовутся вот ребята которые сейчас назвал пишет мне данные чтобы вы могли у них купить вот фамилии чтобы ясно что пересылка это данную фамилию адрес вот желательно контакты эти самые еще и компьютерные контакты вот вот это кто из вас пришел допустим семейченко да и семейченко может и это самое и соли и русинка кто отзовется я вам перед свои эти контакты вот и все вот сейчас я могу а вот так вот просто бухты барахта не могу отзовутся тогда андрей будут будут вас персики такие же ох ребята крутые господи боже мой какие сильные ребята питомниководы и персиководы